МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 7-м классе я набрал глины, принес я едахаты и что дня лепил аутопортрет, выучающий себе, выучающий просто человека у сабя. И отрымалась. И это настолько захопило и тема, и профессия, и праце с объемом, праце с материалом, что я этим занимаюсь и до этого дня. Я чувствую себя абсолютно счастливым. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне было вельми доброе детинство. Меня так любили батьки, бабуля и другие бабуля и дедуля. И, конечно, когда этих людей, когда той неполторной атмосферы, это было совсем недалеко отсюда, это был старый-старый дом, и на другом поверхе, была холодная маленькая кватера, на которую продемали ветры, и кухня на три кирогаза. Это был лепший час, лепшие воспоминания мои. И та атмосфера, она, ну, и створила меня сегодняшнего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу забить обовязково серую, просвеченную Могилёву. Могилёву таки, які зникают, нажаль. Пакуль, что еще есть, пакуль, что, ну, все меньше и меньше становится, гэтых драуляных хат старинных, гэтых перакошенных хат, то я, чем, конечно, хочется и убачиться душа, чем у обшитых с участными материалами, часто тых же самых хатах. Есть мова скульптуры, есть мова живопису, есть мова, ну, и того, что называется сучанственным мастацтвам. Есть мова указанной працы, урожтера, потому я хочу верить, что гэтая мова не будя агрессивной, что гэтая мова все-таки буде звернута до человека, до души, до того, неакого и слабого, что есть у человеку, и что есть то, что мы называем душой. Для меня это то, что я делаю, безумовно. Я без этого был бы совсем іншим, совсем несчастным, совсем сгубленным. Тому прочинаюся счастливым, працую, засынаю счастливым, и так спадеюся, что ты без конца. Великая прыгажость – это, безумовно, женщина. И загадка, прыгажость, натхнение, радость – конечно, женщина. Выходим на улицу и бачим, там, в окол множество людей, и, ну, они, как правило, не вельми прыгожые. И при этом, у каждого из них, альбо не у каждого, а у тех, кому по-соправдному пашанцевало, есть человек, который любит его. И вот этот человек его бачит в очема Бога. И он бачит его чудовным, прыгожым, добрым, у всех наилепшие якости. У человека есть множество иллюзий, и они нам допомогают жить. И кахание – это наилепшее, наипрагажейшее из этих иллюзий. Иллюзия того, что ты не одинокий. А, на жаль, на самом речи, это не так. На самом речи, человек безумно одинокий, что-то. И когда бы не было кахания, то возникают все сенсы просто ясновать. Соромно, потому что, конечно, ты открываешься и некие свои потаемные думки, те свои потаемные уражения, то, что нечасто показывают. Але я думаю, что это треба робить. Ну, у кэтом моя открытость, у кэтом мое и частка творчика креда, напал на. Тому возглятое уражение, когда заходишь на выставу, и тебе трошки соромно, и ты себе нибыто голым отчуваешь при этом, и ходят глядачи, глядя тебя обмерковывают. Яно доброе отчувание. Так, напал на, повинно быть. Ну, я не могу себе дозволить у некие кризисы упадать. Тому, что, коли ты ведаешь, что треба зарабить вот эту працу, а потом еще наступную, и вот с всего лета я хочу одлить еще одну великую вельми працу, и тут, ну, якие могут быть кризисы, як можно у них упасть, потому, что то, для чего ты и снуешь, оно застанется неувособленным, неизробленным, не доробленным, и працу, якую треба зарабить сегодня, я треба сегодня и рабиться, потому, что завтра уже будет завтрашнее. Тому про кризисы, по коль, что, ну, на протягу наступных 20-ти год не разговариваем. Ну, якраз таки, праабраченность су свету, пра дзеносства человека, пра тое, что юн бачить без иллюзий. Тому гэта зусим не веселая, а хуча и трагичная думка. У тым, что вот гэта музыка, якую юн створил у архитектуры, гучала внутри его, и юн не мог робить иначе. Ну, все творцы живые. А усе, что засталось, юнож живее, и творцы живы, и застаюся, и спадзиюся я так само застанется в своих працах. Наполно, и тема аутопортрета частково тому изникла, что боюсь о смерти. Ну, ведая, что вось гэтый момент, и он цудовный, сегодня, мы прямо тут стоим, мы живые, здоровые, радостные, натхненные. На улице шерая, на дворе, а не важно, это все равно частка и один из моментов нашего життя, неполторного, и мы саправды можем всему этому радоваться, отдыхать на полной грудь, и просто я ведаю, что когда-нибудь это скончится, и там радуешься еще больше. Так у життя отремалось, что я был безнадеянно, а маль, что безнадеянно, сапсаванным прикладом Ван Гога. Это был мой кумир, я думал, что обовязково буду мастаком, таким, как Ван Гог, таким отдаденным, конечно, але и таким несчастным, таким одиноким, таким брудным, и у меня купится только одну працу. Зараз я так, конечно, не думаю, и але кольки год пройшло. Безумовно повинна продаваться праце, кали праце сделана профессийно, щиро, кали любая праце, она одна на свете, уявляется какое-то счастье и безумовно она повинна продаваться, она повинна знасти своего глядача. Махчима он живе не у этой державе, махчима он живе не у этом городе, альбо не на этом континенте, але обовязково есть человек, который все готов будет отдать. Самое дивное было, кали одной человек пришел и каже я хочу поменяться с тобой твоей праце на свой джип. Ну, я тут же сгодился, отдал ему амаль, что все, что у меня было, и делный был его выбор, потому что сирот этих праце был шматр автопортретом, и в этой автопортрете я думал, что Николе никому не спотребится настолько, и не сподобаются настолько, и не будут близкими настолько, что он сможет вот такие, например, обмен зарабить. К тому для меня, возгласно, было великим стимулом працевать долей, и лишний раз переканало меня тем, что хотя бы одному человеку да потребно, хотя бы одному да текабо то, что я роблю про себя. Самый важный для меня час, это час моего праца. Коли я один, коли я працую, мне вельми в этот час добра, и ну, амаль, что ничего не снуел в этот момент, но обовысково повинна быть публикация працы, реакция публики, хотя первое, на праце робится только для себя. И вось у этой штуденной метусни, в этих бегах, на працу, с праце, в дитячий садок, повинны заявляться некие кропки, и какие все-таки это кропки притягнения. Заливайте, за все до клея скульптура спыняются, фотографуются, и это вельми добро, это что сте, что не зусим, что денно. Вось у скульптуры есть что от свято, когда человек может все-таки спыниться, нам от бегучи, альбо подумать, я подойду завтра. А свято это что такое? Это когда человек себе отдаден. скульптуры мая некий вольный час, но только послухать свои думки, поглядеть вокруг, и вот скульптура таким чином дурит человеку уже это маленькое святое. Когда мы думаем про Бога, когда мы думаем про себя, то я делал скульптуру Бога укорженным своим творам, потому что укорженным из людей есть Бог, и таким чином мы знаем знаем. История про человека, про то, что есть все человека. Веду эту историю Олещ не рассказал. Андрей Веробьев, скульптор. Продолжение следует...